Санкции США против российского госдолга и нескольких технологических компаний, о которых накануне объявила администрация Джо Байдена, многие называют довольно мягкими. Сам Джо Байден отметил, что США могли бы поступить и более жестко. Я четко дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти еще дальше. Но я решил этого не делать. Я решил отвечать соразмерно. США не собираются запускать новый виток эскалации конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие ответные меры. Это моя обязанность как президента США. Эксперты считают, что таким образом новая администрация США показала, что не питает иллюзии по поводу перезагрузки отношений с Россией, но подчеркнула свою готовность к диалогу. Приглашая Путина на встречу и в то же время вводя санкции, о которых, между прочим, российским властям было известно заранее, США протягивают российским властям руку и одновременно показывают кулак, говоря о том, что Россия не должна заводить ситуацию слишком далеко, но и США готовы обсуждать свою стабильность. Санкции, введенные США накануне, касаются попытки России повлиять на предвыборную кампанию и хакерских атак. Но они не случайно последовали сейчас на фоне растущего беспокойства Запада в связи с наращиванием российских войск у границ с Украиной. Эти санкции могут быть поняты и в таком ключе. Мы вводим сейчас санкции за то, что вы уже сделали. И если вы будете предпринимать какие-то действия в отношении Украины, которые мы посчитаем недопустимыми, в этом случае тоже последуют меры. Немецкие политики приветствовали такой двойной сигнал Джо Байдена. Санкции не стали для них сюрпризом. Меня эти санкции не удивили. Наоборот, меня удивило то, что при наличии информации о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках такой четкий сигнал в адрес России не был послан ранее. Но Джо Байден только вступил в должность президента США, и очевидно, что эти его шаги символизируют его отношение к России. Я думаю, что эти санкции не будут иметь немедленного эффекта. Это будет ощущаться в долгосрочной перспективе. Однако совместные санкции США и ЕС были бы более эффективным методом давления на Россию, считают эксперты. Думаю, что в будущем будет важно продолжать стремиться к этому сотрудничеству между ЕС и США, потому что это трансатлантическое партнерство и санкции по этой линии были бы сильным сигналом для России. Первая реакция в России на американские санкции была достаточно жесткой. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала неотвратимый ответ. Но, по мнению экспертов, никаких экономических механизмов давления на США сейчас у России нет. Самой важной реакцией будет действие на границе с Украиной. Мы, безусловно, очень скоро увидим ответ российской страны в плане высылки дипломатов, введения каких-то санкций. Все это дипломатическая хореография, это никого не удивит. Главный вопрос в том, что Россия тогда будет делать в других сферах, особенно на своей границе с Украиной в ближайшие недели, а, возможно, и дни. Введенные со стороны США санкции вряд ли помешают встрече, которую Джо Байден предложил провести российскому президенту, уверены эксперты. Для Путина встреча на таком уровне будет означать, что Россию воспринимают как мировую державу, и от этого он пока отказываться не собирается.